Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями, подготовленными моими коллегами. Короткий анонс. Вопросы местного самоуправления и результаты в работе. Владимир Васильев провел семинар-совещание с главами районов. Открыт современный кинотеатр в Буйнакском районе. Первый сеанс показал в кино народное искусство. Слухи или домыслы? Сулейман Керимов прекращает финансирование Махачкалинской академии Анжи. Кто добивается результатов, будет расти. Кто относится к работе безответственно, будет искать что-то другое. Такое заявление сделал Владимир Васильев в ходе семинар-совещания с главами районов и городских округов Республики Дагестан. Ряд важных вопросов относительно местного самоуправления был обсужден в Дагестанском государственном институте народного хозяйства, где побывала и наша съемочная бригада. Хадижа Курбанова продолжит. На 20% повысился бюджет Республики. Проект 100 школ реализован успешно. Сбор налогов налаживается. Владимир Васильев подводит итоги совместной работы. На редкость он не гневается, а даже наоборот поощряет тружеников. Вот только именно тружеников. Для отдельных лиц у него разговор отдельный. Как-то на встрече с вами, несколько человек, я услышал, сказали, стыдно людям в глаза смотреть, присутствующие здесь главы. Вам не стыдно будет смотреть люди в глаза, если вы будете делать все инициативно, своевременно и качественно. Но если вы еще будете проявлять инициативу, как это делают ряд коллег, то вы будете вообще выглядеть прекрасно в глазах. Сейчас главное сохранить доверие, которое тяжкими силами, но достигнуто, отмечает Васильев. Речь о доверии на федеральном уровне. Нашу работу замечают и оценивают. Об этом свидетельствует и грант, который в этом году выиграл Дагестан по итогам рейтинга социально-экономического развития регионов. Самое главное, что премируют только 40 регионов из всех субъектов. Да, 85 субъектов, только 40 регионов. Вот мы оказались 13-е, и за это дается грант 625 миллионов. В чем прелесть этого гранта? Это наш опыт всего Дагестана. Это, во-первых, и признание, но и награда денежная. Мы можем его обратить на то, что сами решили. Казалось бы, положение дел меняется в лучшую сторону. Бюджет увеличен, и кроме него есть средства на еще большие затраты. И здесь важно не расслабляться. Владимир Васильев вручил каждому главе района государственные награды. И напомнил, конфликт интересов наказуем, и родственные связи на рабочем месте он не потерпит. Кадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Селеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте на уроке физкультуры умер мальчик. Девятиклассник Данила Бодров почувствовал себя плохо и скончался на глазах у своих одноклассников. У школьника было слабое сердце, и на этот раз оно не выдержало. Продолжит Карина Баталова. Слабость, растерянность и обморок. Все это произошло буквально за минуты. Вроде бы совсем недавно 14-летний Данила бегал и прыгал. Урок подходил к концу, и дети шли к раздевалкам. Как вдруг Бодрову стало плохо. Он сел на скамью, а потом и вовсе потерял сознание. По программе у нас баскетбол шел. В таких нагрузках ничего не было. Сказать, что там какую-то нагрузку. Просто ребята отрабатывали штрафные броски, броски по кольцу. Потом ему стало плохо. Быстренько мы начали оказывать первую медицинскую помощь. Ни искусственное дыхание, ни массаж сердца не помогали. Медседстые старались привести мальчика в чувство. Но все было напрасно. Через 10 минут после происшествия подъехала скорая. Мы начали закрыть массаж сердца, искусственное дыхание. И провели электрическую дефибрилляцию несколько раз. Вели внутривенные сердечные препараты. Но несмотря на то, что мы проводили реанимационные мероприятия, эффекта не было. Скоропостижная смерть, как полагают медики, наступила из-за острой сердечной недостаточности. Реанимировать человека в таких случаях сложно. Обычно подобная беда настигает пожилых людей. А тут ведь совсем юноши. Ребенок поступил к нам с диагнозом врожденный порог сердца, но компенсированный порог сердца. В справке, предоставленной кардиологом в школу, было указано, что он допускается к обучению в основной группе. Так что ограничений занятий для занятий физической культуры, особых предприсаний, ни для учителей физической культуры, ни для педагогов при поступлении ребенка в школу не было. Диагноз был поставлен мальчику-кардиолога в Москве, где он раньше проживал и ходил в школу. За два года обучения Данила в Дербенте никаких нарушений у ребенка не отмечалось. Он также не обращался в школьный медпункт. Чья это ошибка? Да и ошибка ли вообще? Будут выяснять сотрудники Следственного комитета. Карина Ваталова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент. Современное оборудование. Проекторы, аудио и видеоаппаратура. Смотреть новинки кино в собственном кинотеатре теперь могут жители Буйнакского района. Там открылся новый кинотеатр на 500 мест. И, кстати, первый сеанс уже состоялся. Подробнее в следующем сюжете. В селе Нижнее Казанище проживает около 15 тысяч человек. Открытие нового кинотеатра для них большой праздник. Этого события ждали давно. Раньше, чтобы посмотреть кино, жители села ехали в город. Теперь кинотеатр прямо возле дома. Спасибо тем, кто помог осуществить нашу мечту. Мы рады, что у нас есть кинотеатр, чтобы не идти куда-то, а смотреть здесь, в одном селе. Наконец-то мы будем смотреть все новинки первыми. Современное цифровое кино стало доступно зрителям благодаря реализации программы кинофикации малых населенных пунктов, запущенной Фондом кино при поддержке Минкультуры. У вас большое село, вы этого заслуживаете. И то, как вы сегодня пришли в этот зал, он полон. Я надеюсь, так будет и дальше. Я хочу пожелать много счастья жителям этого села. Я хочу пожелать, чтобы здесь культура процветала. После официального открытия кинотеатр распахнул свои двери для гостей, где я ждал новый отремонтированный кинозал. Многие пришли целыми семьями. Уже первый киносеанс показал, район получил хорошо оснащенный комфортный досуговый центр, а его жители, возможно, с ней выезжая куда-либо, пойти и посмотреть кино. Сегодня мы рады вдвойне полностью капитально отремонтировать здание Дома культуры и открыться новый прекрасный кинозал. Я от следующего хочу поблагодарить руководство Гуменовского района, председателя собрания, депутата Гуменовского района, Часаевда Данила Хазриевича. Это он первый сделал шаги для восстановления этого зала, для восстановления этого центра. После праздничного концерта присутствующих ждал бесплатный сеанс фильма, который стал точкой отсчета знакомства жителей района с шедеврами мирового и отечественного кино в новом комфортном кинотеатре с озвученным названием «Родина». Зумруд Гамидова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Буйнакский район. От сияющих бриллиантов до мягких игрушек. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в преддверии Нового года проходит выставка сувениров, в которой можно будет приобрести драгоценности у самых передовых ювелирных домов России. Об ассортименте и участниках по тематам Ханапова. Каждая женщина скажет, что бесконечно можно смотреть на три вещи, как горит огонь, как течет вода и как переливаются драгоценности. Ярмарка продаж, сувениры Экспо-2018, пожалуй, единственная в республике выставка, где не будет скучно ни одной даме. Здесь в фойе Национальной библиотеки выставлены работы лучших ювелиров из Якутии, Костромы и Москвы. Среди них уникальные украшения, которым по всей стране нет аналога. Таких изделий по стране, может быть, и не будет, потому что они приглашают отдельно даже дизайнеров, чтобы ни у кого не было эксклюзивные подсточки. А то говорят же, что сейчас последний год у всех одно и то же, надоело что-то новое, хочется. Поэтому стараемся эксклюзивные изделия подбирать. Александр Ковырев посещает Махачкалу не первый год. Здесь в стране гор работы его компании находят положительный отклик. Сам гость даже называет своих клиентов друзьями. Настолько признается он, между ними теплые отношения. Он необычный, он необычной огранки, как обычные бриллианты 57 грани. Здесь 88 грани. И она единственная такая подвеска в своем роде. Называется она ночной дозор. Вот этот комплект выполнен в единичном экземпляре. Почему в единичном? Потому что все эскизы уже уничтожены. Приобретая этот комплект с рубинами, человек получает гарантию завода, что второго комплекта такого завода выпускать не будет. Мистическая притягательность, безупречный дизайн и механизм, который завораживает. Здесь представлена ювелирная продукция под стать хронометром. Новые материалы, технические решения, постоянный баланс между точностью и ходом. Все это о часах. Здесь на площадке представлены модные наручные изделия сезона. А все потому, что перед каждым праздником в компании проходит 80% обновление ассортимента. Новый год не стал исключением. У нас есть замечательные часы, которые выполнены из стальные корпуса, стальные браслеты. Те материалы, которые абсолютно нейтрально относятся к кислотным и щелочным средам, не реагируют с ними. И поэтому остаются в таком же виде, в каком они есть, десятилетиями. Если раньше мечи, ножи и кортики использовались только в качестве оружия, то теперь они приобретают декоративный оттенок. Сюжетная линия в основе, тщательный авторский подход и кропотливая работа, настоящее произведение искусства. Авторские художественно оформленные ножи, они и пользуются на Кизлярском заводе наибольшим спросом. Допустим, нож-пчела произведен молодым человеком. Не знаю, как ему пришло это в голову, но трудился он над этим ножом более двух лет. Вот получилась такая красота. Если снять поближе, можно увидеть и пчел, и камни драгоценные. Инсталляция цветка очень красивая. После того, как Крым присоединился к России, был создан такой нож. То есть символ моря – это якорь, и то, что изображено – это маяк. Ну, лесгинка – это дагестанский колорит. Если же вы любитель оригинальных и недорогих презентов, то и для вас найдутся варианты. Помимо дорогих украшений, на выставке представлен стенд с доступными креативными новогодними подарками. Сладости, средства для ухода, мягкие игрушки – и все по тематику главного зимнего праздника. Вот на каждый праздник у нас уже своя тематика проработана. И на каждый праздник у нас целенаправленные подарки. То есть если это шоколад, то он обязательно… Будет новогодний, в стиле, обертке. Да, да, видите. То есть все в таком плане. Также, что касается мыла, что касается… Кстати, очень хороший стенд по мылу. То есть шампуни, мыло, бальзамы – они все новогодние. Даже игрушки. Да, даже елочка наша. Здесь можно не только приобрести, но и выиграть. На выставке продаж будут проводиться розыгрыши призов. Для участия достаточно пройти регистрацию у стойки организатора мероприятия «Анжи Экспо». Предель Нового года – это, в принципе, от нас вам подарок. Поверьте мне, на этой выставке каждый из вас что-то такое интересное найдет. И никто не уйдет отсюда. Как говорится, по крайней мере, положительные эмоции вы однозначно здесь получите. Ярмарка продаж будет проходить в течение четырех дней. До воскресенья включительно. Патимат Ханнабова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Футбол – это давно не только спорт, но еще и деньги. Деньги большие, в том числе и для дагестанского миллиардера Сулеймана Керимова, который, по слухам, намерен прекратить финансирование Махачкалинской академии «Анжи». Получится ли реализовать мечту сотен мальчишек и сохранить академию, узнаем в материале Камиля Девятого. Несмотря на дождь и холод, родители спортсменов пришли на очередную тренировку. В Дагестане футболом болеют целыми семьями. И если академия прекратит свое функционирование, то мечты многих ребят просто-напросто канут в пустоту. Люди собрались на «Анжи» арене, чтобы обратиться к сенатору Дагестана, поддержать академию. Вы посмотрите, на каких площадках они занимаются. Они ездили по всей стране, участвовали в различных турнирах. Ежесезонно им выдавалась экипировка. Все это было, и мы очень надеемся, что это будет также продолжаться. Мы хотим попросить дать нашим детям шанс развиваться дальше, также прославлять нашу республику и страну. Вы сделали огромное дело, создав академию «Анжи». Вы вселили в сердца столько теплоты детей. И теперь будет очень обидно, очень жалко, если эти дети перестанут заниматься футболом. Убедительнейшая просьба вам. И защите возможность. Сделайте так, чтобы наши дети продолжали заниматься футболом. У каждого уважающего себя профессионального клуба имеется академия, которая растит своих звезд. Ее существование закономерно и необходимо в том числе, утверждают специалисты. А юные игроки, полюбившие спорт, все же надеются, что слухи развеются. Я слышал в интернете, читал, что вот так можно закрыть академию. Но я думаю, это останется слухами. И считаю, что Сульман Абусаидович не оставит свое дело на полпути. Все, кто здесь находится, они живут футболом, они любят футбол. И, естественно, всей душой не хотят, чтобы наша академия закрывалась. Директор Академии Анжи Магомед Исаев решил развеять слухи, встревожившие родителей спортсменов. Вы все свидетели, что Академия работает в штатном режиме. Идет внутренний турнир, продолжается тренировочный процесс. Паники, как и такого нету. Работаем в таком же режиме, как и работали. Дагестану нужны свои мастера кожаного мяча. И Академия нужна. Ведь в ее задачу входит воспитание высококлассных игроков для основной команды. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Также смотрите нас в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова